1914 год великие державы европы разделены на два соперничающих альянса антанта франция британия и россия объединенные страхами и подозрениями относительно германии новой могущественной силы европы и тройственный союз германия опасающаяся окружения своими соперниками австро-венгрия сохраняющая свою хрупкую империю и италия стремящаяся получить территориальную выгоду за счет франции искра войны зажглась 28 июня в городе сараева эрцгерцог франц фердинанд наследник австро-венгерского престола убит 19-летним славянским националистом по имени гаврила принцип австро-венгрия обвиняет своего балканского соперника сербию в содействии убийцы и посылает ультиматум требуя унизительных уступок сербия отвергает ультиматум и австро-венгрия объявляет войну через несколько часов австрийские войска обстреливают белград русский царь николай второй считает своим долгом защитить сербию братский славянский народ и издает приказ о мобилизации русской армии германский император вильгельм второй пообещал австро-венгрии свою поддержку он и его генералы считают конфликт с россией неизбежным и чем скорее тем лучше поскольку силы россии растет год от года русская мобилизация используется для оправдания немецкой мобилизации за которой следует объявление войны россии германия знает что война с россией означает войну с союзником россии франции генштаб разработал план шлиффина чтобы ответить на эту угрозу войны на два фронта сначала ее армии быстро продвинуться через нейтральную бельгию чтобы окружить и уничтожить французские армии под парижем и одержать быструю победу затем войска двинуться на восток чтобы справиться с россией чья огромная армия будет мобилизовываться значительно дольше и вот германия объявляет войну франции 6 миллионов человек теперь марширует на войну по всей европе италия однако остается нейтральной условия тройственного союза не обязывают ее вступать в наступательную войну соединенные штаты также заявляют о своем нейтралитете президент вильсон и американская общественность не желают ввязываться в конфликт в европе великобритания союзник франции поначалу неясно присоединится ли она к войне против германии но когда немецкие войска вторгаются в бельгию нейтралитет который великобритания гарантировала из лондона в берлин отправляется ультиматум с требованием вывести войска он игнорируется и британия объявляет войну британские экспедиционные силы высаживаются во франции пока в критические дни германское вторжение сдерживается сопротивлением бельгийцев в городе крепости льеж немецкие войска совершают несколько массовых убийств бельгийских мирных жителей зверства раздуваются пропагандой союзников и помогают настроить общественное мнение в нейтральных странах против германии франция не зная о крупной окружающей атаке приступает к реализации плана 17 наступлению на немецкую территорию но в битве на границе они отброшены назад с огромными потерями с обеих сторон британские экспедиционные силы сталкиваются с немецкой армией примон c но британцы сильно уступали числом и вскоре присоединились к отступающим французам союзники занимают позицию у реки марна в 65 километрах от парижа их отчаянная контратака спасает город и отбрасывает немцев назад обе стороны понесли потери в четверть миллиона человек начинается бег к морю когда обе стороны пытаются обойти друг друга с флангов на севере серия столкновений приводит к первой битве при ибре где союзники отчаянно сопротивляются и не дают немцам прорваться обе стороны несут большие потери армии окапываются по всему 560-километровому фронту ища укрытие от смертоносного пулеметного огня и артиллерийских снарядов началась позиционная война британские военные корабли выигрывают первое морское сражение войны в гельголандской бухте потопив три немецких крейсера британия обладает самым мощным военно-морским флотом в мире 29 современных линкоров против 19 у германии они устанавливают морскую глокаду не позволяя контрабандным товаром включая продовольствие доставляться к ней по морю цель поставить немецкую экономику на колени и заставить ее капитулировать но неделю спустя британский крейсер эй чем с под файндер становится первой в истории жертвой нового смертоносного оружия торпеды запущенной с субмарином немецкие подводные лодки или юборц могли проплыть 14 с половиной тысяч километров над водой и атаковать незаметно под покровом волн они бросили новый смертельный вызов британскому господству на море на восточном фронте русские войска вторгаются в восточную пруссию но они совершили фатальную ошибку в битве при танненберге где генерал фон гинденбург и его начальник штаба эрих людендорф одержали блестящую победу взяв 90 тысяч пленных и уничтожив целую армию русские сами посодействовали собственному поражению передавая незакодированные радиограммы вторая крупная победа немцев на мазурских озерах заставляет русских отступить всего за шесть недель российская армия понесла потерь около трети миллиона человек тем временем вторжение австро-венгрии в сербию терпит унизительное поражение в битве при цели наступление австро-венгрии на россию также заканчивается катастрофой и отступлением с потерями более 300 тысяч человек город крепость перемышль оказался отрезан и осажден русскими немцы вынуждены прийти на помощь предприняв отвлекающую атаку на варшаву это приводит к неделям жестоких зимних боев вокруг польского города лодзь но в этом сражении нет явного победителя тем временем османская империя присоединилась к центральным державам объявив войну своему старому врагу россии турецкие военные корабли обстреливают российские порты одессы и севастополя а на кавказе русские войска пересекают в турецкую границу за пределами европы война бушует в океанах и в далеких европейских колониях немецкие войска пересекают границу британской восточной африки современная кения и занимают тавету а союзные войска захватывают немецкую колонию тагалэнд современная тога но британские войска вторгшиеся в немецкий камерун терпят поражение при гору а и нсанаконге в то время как силы численностью 3000 человек атаковавшие немецкую юго-западную африку современную намибию были захвачены в санфонтейне месяц спустя британская высадка в танги оканчивается хаосом и поражением от гораздо меньших немецких сил под командованием полковника фон леттофорбика отрезанный от германии леттофорбик вел успешную партизанскую войну против союзников связывая огромное количество войск в азии япония соблюдает договор с великобританией и объявляет войну германии японские войска захватывают немецкую военно-морскую базу в циндау германские колонии сама и новая гвинея капитулируют перед войсками новой зеландии и австралии но в тихом океане у берегов чили мощная восточно-азиатская эскадра немецкого адмирала фон шпее топит два британских крейсеров сражения при корнеле оба корабля потеряны со всем экипажем пять недель спустя он сталкивается с оперативной группой британского флота у фолкландских островов 4 из 5 немецких крейсеров потоплены фон шпея утонул вместе со своим флагманом в то же время на ближнем востоке британские войска захватывают контроль над османским портом басра обеспечивая доступ к жизненно важной персидской нефти которая служит топливом для британского флота зимой этого же года австрийские войска наконец захватывают белград но сербы контратакуют и заставляют их отступить боевые действия в сербии уже обошлись примерно в 200 тысяч жертв с каждой стороны в северном море немецкие военные корабли совершают налет на английские прибрежные города обстреливая хартл пул уитби и скарборо и убивая более сотни мирных жителей на западном фронте французы начинают свое первое крупное наступление на немецкие линии но первая битва при шампане приводит к небольшим успехом ценой 90 тысяч солдат на кавказе османское наступление через горы в середине зимы заканчивается катастрофой в сары камыши турецкие потери составили 60 тысяч человек многие замерзли насмерть на западном фронте первое рождество на некоторых участках отмечается коротким перемирием и игрой в футбол на ничейной земле зоне смерти между окопами январь 1 1915 года первая мировая война длится всего пять месяцев а погибло уже около миллиона солдат война начавшаяся на балканах охватила большую часть мира центральные державы германия австро-венгрия и османская империя сражаются с союзниками великобритании франции россии сербии черногории бельгии и японии в польше и прибалтике русская армия потерпела ряд крупных поражений но продолжает храбро сражаться австро-венгерские силы также понесли огромные потери и оказались унижены неспособностью одолеть сербию в горах кавказа русские османские армии сражаются друг с другом в холодных зимних условиях в то время как на западном фронте французские британские и бельгийские войска окопались против немцев в траншеях протянувшихся от ла-манша до швейцарии в рамках первой в мире компании стратегических бомбардировок германия посылает два гигантских дирижабля известных как цепелины для бомбардировки великобритании они наносят удар по портам кинг-слинг и грейд-ярмут повреждая дома и убивая четырех мирных жителей на море в битве у доггер банки британский флот топит один немецкий крейсер но остальная немецкая эскадра спасается бегством господство над морями позволило великобритании установить морскую блокаду не позволяя жизненно важным грузом включая продовольствие доставляться в страну по морю в ответ германия вводит собственную блокаду она объявляет воды вокруг британских островов зоной военных действий где ее подводные лодки будут атаковать торговые суда союзников без предупреждения великобритания зависимо от импорта продовольствия необходимого для пропитания населения германия планирует уморить ее голодом до капитуляции на восточном фронте немецкий фельдмаршал фон гинденбург начинает зимнее наступление и наносит еще одно крупное поражение русской армии на мазурских озерах русские теряют до 200 тысяч человек половина из них сдается в плен в условиях морозной зимы россия добивается большего успеха против австро-венгрии город перемышль пал после четырехмесячной осады принеся русским 100 тысяч пленных общие потери австро-венгрии теперь достигают двух миллионов человек тем временем британцы и французы направляют военные корабли к дарданеллам чтобы угрожать константинополю столицы османской империи считая что демонстрация сил быстро заставит в турцию капитулировать они обстреливают турецкие береговые форты в узких проливах но три линкора потоплены минами а еще три повреждены атака отменяется на западном фронте британцы атакуют у не в шапель но продвижение вскоре останавливается немецкой колючей проволокой и пулеметами британские и индийские части несут потери в 11 тысяч человек около четверти атакующих сил шесть недель спустя во время второй битвы при и при немцы впервые на западном фронте атакуют с применением отравляющего газа облако смертоносного хлорного газа заставляет войска союзников покинуть свои окопы но у немцев не хватает резервов чтобы воспользоваться этим преимуществом солдаты обеих сторон быстро снабжаются средствами защиты начинается гонка вооружений с применением химического оружия союзники высаживают сухопутные войска в галлиполе включая бойцов австралийского и новозеландского армейских корпусов анзак их цель уничтожить береговые форты которые мешают военным кораблям союзников добраться до константинополя но они сразу же встречают ожесточенное сопротивление турок и оказываются прижатыми вплотную к берегу за день до высадки османская империя начинает систематическую депортацию и убийство этнических армян проживающих пределах ее границ армяне давно преследуемое этническое и религиозное меньшинство подозреваемая в поддержке врагов турции десятки тысяч мужчин женщин и детей были вывезены в сирийскую пустыню и оставлены умирать в общей сложности погибло более миллиона армян союзники осуждают эти события как преступления против человечества и цивилизации и обещают привлечь виновных к уголовной ответственности по сей день турецкое правительство оспаривает количество погибших и то что эти события представляли собой геноцид на восточном фронте совместное наступление германии и австро-венгрии в галиции прорвало оборону русских отбив перемышль и взяв сто тысяч пленных начинается интенсивное продвижение против русской армии в море британский пассажирский лайнер лузитания следовавший из нью-йорка в ливерпуль без предупреждения торпедирован немецкой подлодкой у берегов ирландии 1198 пассажиров и членов экипажа погибают в том числе 128 американцев президент сша вудро вильсон и американская общественность возмущены но германия настаивает на том что лайнер был справедливой целью поскольку британцы использовали его для перевозки военных грузов в мае союзники начинают вторую битву при артуа в очередной попытке прорвать немецкие линии французы проводят основную атаку на вимиридж в то время как англичане начинают поддерживать атаки на оберс ридж и фестубер союзники понесли потери в 130 тысяч человек и продвинулись всего на несколько километров тем летом над западным фронтом фоккер эйндеккер помог германии завоевать господство в воздухе это один из первых самолетов с пулеметом способным вести огонь вперед через пропеллер благодаря новому изобретению известному как синхронизатор потери самолетов союзников стремительно растут и это становится известно как бич-фоккера италия под влиянием британских французских обещаний территориальных завоеваний за счет австро-венгрии присоединяется к союзникам объявляя войну австро-венгрии а затем османской империи и германии итальянская армия совершает свое первое наступление на австро-венгерские позиции вдоль реки и зонца но она отбита с большими потерями тем временем союзники сталкиваются с кризисом на восточном фронте русские начали общее отступление оставив польшу немецкие войска входят в варшаву 5 августа царь николай второй увольняет главнокомандующего армии великого князя николая и берет командование на себя это окажется губительным для царя поскольку он становится все более и более тесно связанным с русским военным поражением в галлиполе союзники высаживают подкрепление в бухте сувла но не они не серия новых атак анзаков не помогают выйти из тупика условия для обеих сторон ужасное войска измучены не только врагом но и жарой мухами и болезнями в атлантике немецкая подлодка топит лайнер сс-арабик погибли 44 человека включая трех американцев в ответ на дальнейшие предупреждения сша германия прекращает все атаки на пассажирские суда на западном фронте союзники проводят свое крупнейшее на данном этапе войны наступление с целью прорвать фронт и снять давление с осажденного русского союзника французы атаковали началась третья битва при артуа и вторая битва при шампане британцы с помощью отравляющего газа атакуют под лоосом несмотря на первые успехи наступление вскоре увязает с огромными потерями со всех сторон союзные войска высаживаются в солониках в греции чтобы открыть новый фронт против центральных держав и доставить помощь сербии на союзники опоздали болгария присоединяется к центральным державам и их совместное наступление за два месяца заканчивается оккупации сербии в ту зиму остатки сербской армии бегут через албанские горы они несли страшные потери к концу войны погибла треть их армии что является самым высоким показателем среди всех стран на итальянском фронте продолжаются ожесточенные бои итальянские войска начинают третью и четвертую битвы при изонца австро-венгерские войска превосходящие их по численности закрепились на возвышенностях и их невозможно вытеснить на ближнем востоке британское наступление на багдад блокировано турецкими войсками в битве под ктесифоном в 40 километрах к югу от города британцы отступают в элькут где их осаждают союзники отказываются от дарданельской операции 83 тысячи солдат тайно эвакуируется без предупреждения турецких войск ни один человек не потерян это один из лучших реализованных планов войны компания обошлась обеим сторонам в четверть миллиона жертв 1 1915 год неудачный год для союзников огромные потери без ощутимых достижений но о мире речи не идет вместо этого все стороны готовятся к еще более масштабным наступлением в 1916 году разрабатывая новые тактики на основе предыдущих неудач все стороны по-прежнему верят что решающая победа на поле боя близка первая мировая война должна была быть недолгой и блестящей но к 1 1916 году в условиях нового вида индустриальной войны число погибших возросло до миллионов и конца этому не предвиделось морская блокада привела к нехватке продовольствия и топлива по всей европе в то время как тысячи женщин вышли на работу заменив мужчин отправленных на фронт все стороны готовились к длительной войне война длится уже полтора года союзники продолжают сражаться с центральными державами к которым недавно присоединилась болгария на море британцы поддерживают морскую блокаду германии препятствуя импорту продовольствия и другого жизненно важного сырья в ответ немцы блокируют британию с помощью подводных лодок но они вынуждены ограничить свои атаки чтобы не провоцировать нейтральные сша чьи граждане уже попали под перекрестный огонь на западном фронте французские британские и бельгийские войска окопались напротив немцев обе стороны оказались в кровавом тупике позиционной войны на восточном фронте русские закончили свое долгое отступление и стабилизировали линию фронта но их армия понесла огромные потери на итальянском фронте итальянские войска предприняли серию дорогостоящих безуспешных атак на мощные оборонительные линии австро-венгрии на балканском фронте центральные державы оккупировали сербию армия которой вынуждена совершить отчаянное отступление через албанские горы 5 января австро-венгерские войска атакуют черногорию их задерживают в битве примайковаться но через три недели черногория вынуждена капитулировать на кавказском фронте русские начинают внезапное зимнее наступление против османской империи шесть недель спустя русские войска занимают город эрзурум в апреле они захватывают черноморский порт трапезунт тем временем британцы переправляют две моторные лодки на озере танганьика в африке наконец они прибывают после 16 тысяч километров путешествия по морю и суши и помогают перехватить контроль над стратегически важным озером у местных немецких войск в том же месяце в германском камеру не немецкие войска осажденные в форте мора в течение 18 месяцев капитулируют перед союзниками это знаменует собой окончание кампании в камеруне на западном фронте немцы наносят сокрушительный удар по французскому городу крепости верден немецкий генерал эрих фон фалькенхайн знает что франция будет защищать этот символический город до последнего человека план по его собственным словам состоит в том чтобы обескровить францию при обороне это стратегия истощения верден становится одним из самых страшных сражений войны мясорубкой где пехотные дивизии уничтожаются почти так же быстро как их вводят в строй в британии миллион человек уже вызвались добровольцами на военную службу но правительство понимает что этого недостаточно великобритания становится последней крупной державой которая вводит воинскую повинность той весной на западном фронте британские войска последними получили стальные каски характер окопной войны приводит к высокой доле ранений в голову немецкий штальхельм французский шлем адриан и британский стальной шлем марк-1 обеспечивают ограниченную защиту от осколков снарядов и шрафнели нейтральная португалия сотрудничает с англичанами что кажется ей наилучшим вариантом для удержания своей африканской колонии анголы 9 марта германия в ответ объявляет ей войну на восточном фронте россия начинает наступление у озера нарочь чтобы ослабить давление на французов у вердена но это катастрофа потери русских составили 100 тысяч человек атака не смогла отвлечь немецкие войска в дублин и ирландские республиканцы поднимают вооруженное восстание против британского правления оно стало известным как пасхальное восстание и было подавлено после шести дней уличных боев на ближнем востоке после пятимесячной осады британские войска в элькуте капитулируют генерал тауншент ведет 9000 британских и индийских солдат в плен около половины из них позже умирают от голода или болезней великобритания хочет получить поддержку арабов в борьбе против османской империи поэтому она пообещала их лидером независимое государство после войны но теперь британия и франция тайно подписывают соглашение с айкса пико планируя после войны разделить ближний восток на британскую и французскую зоны контроля не зная об этой сделке хусейн ибн али шериф мекки возглавляет восстание арабов против османского владычества в битве при мекке его войска захватывают контроль над священным городом на итальянском фронте австро-венгерские войска начинают внезапную атаку на оси ягу итальянцы отступают войска противника готовы прорваться в северную италию в том же месяце в северном море германский флот сталкивается с британским в ютландском сражении в единственном крупном морском сражении войны британцы несут более тяжелые потери но заявляют о своей победе поскольку немецкий флот отступает и не выходит из своей базы до конца войны на лето 1916 года союзники запланировали крупные наступления против центральных держав с востока и запада сейчас они нужны как никогда чтобы ослабить давление на французов в вердене и итальянцев вас ягу русские начинают атаку первыми на восточном фронте генерал алексей брусилов тщательно сохраняет элемент внезапности его войска прорывают вражеские линии в некоторых местах продвигаясь на 100 километров и берут 200 тысяч пленных это блестящее хотя и дорогостоящая атака русских достигает своей цели поскольку центральные державы вынуждены перебрасывать войска с других фронтов для укрепления обороны в море британский крейсер эйчем с хэмпшир направлявшийся в россию подорвался на мини и затонул у берегов аркнейских островов среди 650 погибших легендарный военный министр великобритании лорд китченер три дня спустя в адриатике итальянский военный корабль принцип умберто потоплен немецкой подводной лодкой это самое смертоносное потопление за всю войну погибло 1900 человек на западном фронте великобритания и франция начинают свое главное летнее наступление битву на сомме на прорыв возлагаются большие надежды но первый день оказывается катастрофы длительный артиллерийский обстрел союзников не смог сломить немецкую оборону а волны британской пехоты были уничтожены пулеметным огнем во время продвижения в нейтральную землю за несколько часов британцы несут потери в 57 тысяч человек треть из них убиты это худший день в истории британской армии но приказано провести новые атаки битва будет бушевать еще пять месяцев воодушевленная продвижением россии румыния присоединяется к союзникам но несмотря на первоначальное успешное продвижение в трансильвании она быстро сталкивается с контрнаступлением немецких болгарских и австро-венгерских войск союзные войска в салониках пытаются поддержать румынию начав собственное наступление на монастир им удается добиться небольших успехов но упорное болгарское сопротивление препятствует прорыву на западном фронте генерал фон фалькенхайн наконец прекращает наступление на верден французская армия выполнила обещание своего командира генерала невеля иль не пасером по они не пройдут но победа дается страшной ценой 365 тысяч человек немцы потеряли почти столько же верден остается одной из самых кровопролитных битв в истории человечества за поражение при вердене фалькенхайн был уволен герои восточного фронта фон гинденбург и людендорф берут на себя командование на западе тем временем продолжается битва на сомме около деревни флэр британцы представляют новое оружие которое как они надеются сможет вывести их из тупика она называется танк но несмотря на некоторые успехи первые танки слишком малочисленные склонны к механическим поломкам чтобы оказать реальное влияние на восточном фронте завершается брусиловский прорыв оценки потерь сильно разнятся но очевидно что обе стороны понесли катастрофические потери не русская не австро-венгерская армии так и не смогли полностью остановиться на итальянском фронте в течение всей осени идут тяжелые бои итальянские войска совершают многократные и дорогостоящие атаки на австро-венгерские позиции вдоль реки и зонца битва на сомме подходит к концу в условиях осеннего дождя и грязи союзники продвинулись на 16 километров ценой потерь в 600 тысяч человек немецкие потери составляют около 450 тысяч человек союзники убеждают себя что это выигрышная стратегия потому что при таких темпах германия первый исчерпает людские ресурсы в это же время румыния не выдерживает давление страна оказывается захвачена центральными державами румынские войска несут потери в четверть миллиона человек остатки ее армии занимают позиции рядом с русскими на восточном фронте той зимой умирает франц иосиф императора австрии с 1848 года ему наследовал его внучатый племянник карл в великобритании премьер-министр герберт асквит вынужден покинуть свой пост его сменил дэвид ллойд джордж в то время как генерала жоффра на посту французского главнокомандующего сменяет генерал невель который обещает победу путем смелых и агрессивных действий на фоне происходящих событий попытки президента сша вудро вильсона выступить посредником в мирном урегулировании ни к чему не приводят ни одна из сторон не желает идти на уступки в 1916 году первая мировая превратилась в войну на истощение обе стороны стали уделять больше внимания не победе на поле боя а уничтожению противника и нанесению ему таких огромных потерь чтобы он был вынужден сдаться в 1 1917 году эта стратегия поставит крупнейшие европейские державы на грань краха германия знает что может проиграть в длительной войне на истощение против союзников у которых больше ресурсов поэтому ее лидеры идут на авантюру они возобновляют неограниченную подводную войну полагая что их подводные лодки смогут отрезать британию от импорта продовольствия по морю и вынудить страну сдаться в течение 6 месяцев однако новая тактика огня на поражение означает что нейтральные американские корабли неизбежно попадут под перекрестный огонь что грозит вступлением америки в войну на стороне союзников всего через два дня после начала кампании американский пароход сс-хаус и тоник перевозивший пшеницу из галвистона штат техас в англию потоплен подводной лодкой британцы передают правительству сша перехваченную ими телеграмму от министра иностранных дел германии артура циммермана своему послу в мексике немцы побуждают мексику напасть на сша если америка и германия окажутся в состоянии войны так называемая телеграмма циммермана оказывает еще большее давление на президента вильсона объявить войну германии в россии поражение на фронте и социально-экономическая нестабильность приводит к беспорядкам и революции царь отрекается от престола к власти приходит временное правительство которое обещает продолжить войну но вопреки их желанию в русской армии процветает дезертирство после череды немецких провокаций сша наконец объявляют войну германии это приносит огромные ресурсы союзникам но на их мобилизацию уйдет много месяцев это значит что немецкая авантюра с неограниченной подводной войной все еще может окупиться апрель самый успешный месяц войны для подводных лодок они потопили 886 тысяч тонн судов союзников в среднем по 17 кораблей в день все с крайне необходимыми продовольствием и припасами британии грозит голод если подлодки не будут побеждены в ближайшее время на западном фронте британцы начинают битву при аррасе отвлекающий маневр для поддержки предстоящего крупного французского наступления после тяжелых боев канадские войска захватывают высоту вимиридж это ограниченная победа союзников но их потери составляют 150 тысяч против 130 немецких над окопами первая воздушная война достигла нового уровня сложности и смертоносности разведывательные самолеты имеют решающее значение для обнаружения позиций противника и ведения по ним артиллерийского огня самолеты разведчики или истребители пытаются сбить их до того как они смогут выполнить свою миссию новые модели самолетов разрабатываются каждые несколько месяцев той весной превосходство немецкой авиации приводит к большим потерям союзников что становится известным как кровавый апрель через три дня после падения вимиридж французский генерал рубер нивель начинает свое главное наступление ожидания были высоки но после первых успехов наступление замирает а потери быстро растут с обеих сторон бессмысленные жертвы приводят к падению морального духа французской армии целые подразделения бунтуют отказываясь атаковать генерала невеля увольняют с поста французского главнокомандующего и на его место назначают генерала питена героя вердена который обещает больше не проводить самоубийственных атак летом того же года на миссинском хребте британцы прорывают в туннель под немецкой линией и взрывают 19 минных галерей под позициями противника это крупнейший запланированный взрыв в истории до испытания атомного оружия проложивший путь и блестящий но очень локальной победе британцев греческий король константин выступавший за нейтралитет вынужден отречься от престола и греция присоединяется к союзникам временное правительство россии отдает приказ о проведении новых атак но июльское наступление терпит крах моральный дух и дисциплина русской армии рухнули на нее больше нельзя положиться в бою а контратака центральных держав почти не встречает сопротивление на море союзники начинают объединять свои торговые суда в конвои которые идут под военно-морским эскортом новая система приводит к постоянному снижению потерь в войне с подводными лодками наметился перелом по мере того как в германии растет недовольство войной немецкий парламент рейхстаг принимает резолюцию по вопросу о мире призывающую к миру понимания и примирения это игнорируется германским верховным командованием которое теперь фактически управляет страной как военная диктатура в бельгии британцы начинают свое главное наступление 1917 года третье сражение при и при его запомнят как битва при пашендейли сильные обстрелы дождь и разрушенные оросительные каналы превратили поля боя в море грязи в этих ужасных условиях все надежды на прорыв вскоре исчезают атака отменяется через три месяца к этому моменту британцы понесли 240 тысяч потерь немцы 200 тысяч на итальянском фронте в 11 битве при изонца итальянские и австро-венгерские войска истощили друг друга до изнеможения потери итальянцев составили 150 тысяч человек австро-венгров 100 тысяч в 1 1917 году список стран союзников растет бразилия либерия китай и сиам все они объявляют войну германии в результате атак немецких подводных лодок или чтобы задобрить союзников китай предоставляет в тысячи рабочих которые будут трудиться на союзников в европе на ближнем востоке и в азии в том же году на ближнем востоке британские войска отомстили за свое поражение 1916 года при элькуте разгромив турецкие войска и заняв богдан в египте британцы продвигаются через синайскую пустыню но их отбрасывают назад османские войска в первом и втором сражениях при газе в июле арабские повстанцы захватывают стратегически важный османский порт аккаба их сопровождает британский военный советник капитан томас лоуренс более известный как лоуренс аравийский осенью того же года министр иностранных дел великобритании артур бальфу издает декларацию бальфура в которой выражает поддержку созданию национального дома для евреев в палестине цель заручиться еврейской поддержкой однако декларация противоречит существующим обещаниям арабским лидерам в октябре британцы наконец-то одерживают победу в битве за газу расчищая путь для продвижения в палестину шесть недель спустя генерал алленби во главе британских войск входит в иерусалим положив конец 400-летнему османскому правлению после катастрофического падения дисциплины в русской армии германия смогла перебросить свои войска с востока на итальянский фронт в битве при капоретто они помогают разгромить итальянскую армию продвинувшись на 110 километров и взяв четверть миллиона пленных британские и французские дивизии отчаянно необходимые на западном фронте должны быть переброшены для укрепления южного фронта в россии в результате октябрьской революции власти приходит большевистская партия ленина он намерен положить конец участию россии в войне во франции жорж клемансо становится премьер-министром прозванный тигром он обещает тотальную войну и полную победу но для союзников в конце 1917 года окончательная победа выглядит неопределенной россия прекратила боевые действия французские армии оправляются от мятежа итальянский фронт почти развалился а американские подкрепления все еще кажутся очень далекими на данный момент британцы являются единственной эффективной силой союзников и вот британцы атакуют город камбре организовав первое в истории крупное танковое наступление в первый день почти 400 танков прорывают немецкую оборону на несколько километров однако затем танки ломаются или выходят из строя немцы бросают подкрепление и продвижение останавливается финляндия провозглашает независимость от россии румыния изолированная в результате крушения российского фронта подписывает перемирие с центральными державами шесть дней спустя россия также подписывает перемирие восточного фронта союзников больше нет в 1917 году крупная союзная держава россия была выбита из войны но появился новый союзник америка германия понимает что только военная победа может спасти ее от подавляющего ресурсного превосходства союзников и начинает планировать последнее массированное наступление на весну одна тысяча девятьсот восемнадцатого года 1918 год после трех с половиной лет войны союзники переживают кризис россию потрясла революция новое большевистское правительство подписала перемирие с центральными державами тысячи немецких солдат высвобождены чтобы сражаться на западном фронте где бой непозиционной войны уже унесла более миллиона жизней но германия тоже в отчаянии длительная морская облакада британии привела к дефициту и социальным волнением внутри страны в то время как вступление америки в войну привнесло свежие силы и огромные ресурсы союзникам германии грозит неизбежное поражение если только она не сможет одержать быструю победу на западном фронте президент сша вильсон объявляет о своих 14 пунктах в них изложено его видение послевоенного мира включая прекращение тайных договоров сокращение численности вооруженных сил самоопределение народа австро-венгрии и образование международной организации для разрешения будущих споров но большинство европейских лидеров отвергают его идеи на повестке для них только война в брест-литовске большевистская россия подписывает мирный договор с центральными державами россия отдает огромные территории в обмен на мир полмиллиона немецких войск теперь могут быть переброшены с востока на западный фронт где немецкий генерал эрих людендорф планирует масштабное последнее отчаянное наступление чтобы выиграть войну весеннее наступление людендорфа застает союзников врасплох немецкие штурмтрупперы используя новую тактику проникновения помогают одолеть британскую пятую армию которая вскоре полностью отступает наступление германских войск грозит разъединением британской и французской армии с катастрофическими последствиями поэтому французский генерал фердинанд фош назначается верховным главнокомандующим союзными войсками для координации стратегии за пределами амьена британские и австралийские войска в импровизированной обороне наконец останавливают немецкое продвижение германское наступление переключается на север нацеливаясь на порт и ла-манша но британцы наносят немцам тяжелые потери и предотвращают прорыв над окопами продолжает разгораться первая воздушная война в настоящее время на западном фронте каждая сторона имеет на вооружении более трех тысяч самолетов но к 1918 году союзники завоевывают превосходство в воздухе благодаря большим ресурсам 21 апреля самый знаменитый немецкий летчик манфред фон рифт гоффин красный барон был сбит и погиб под амьеном одержав 80 побед он стал самым результативным а сам войны и был похоронен союзниками с полными воинскими почестями недавно созданные независимые военно-воздушные силы великобритании совершают дневной налет на кель это знаменует начало стратегической бомбардировочной кампании великобритании на земле наступление людендорфа переключается на юг нацеливаясь на французов немецкие войска продвинулись на 50 километров но были остановлены у реки марна как раз в тот момент когда на линию прибыли свежие американские дивизии американская первая дивизия первой вступила в бой в битве при континье три дня спустя американская вторая дивизия одерживает победу в битве при белла вуд к настоящему времени во франции находится около миллиона американских солдат и каждый день прибывает около 10 тысяч четвертая фаза немецкого наступления приводит к продвижению на 15 километров но в конце концов останавливается французской контратакой в италии австро-венгрия начинает наступление на оси яга и реку пьяве чтобы поддержать наступление людендорфа во франции но она отбита с большими потерями моральный дух австро-венгерской армии падает британские и французские войска высаживаются в мурманске на севере россии это начало вмешательства союзников в гражданскую войну в россии на стороне белых или антибольшевистских сил на западном фронте последняя атака немцев терпит поражение во второй битве на марме наступление людендорфа стоило немцам более 600 тысяч потерь и им не удалось добиться решающего прорыва последняя авантюра германии провалилась теперь союзники переходят в наступление в битве при амьене британские австралийские канадские и французские войска при поддержке танков и авиации за один день продвигаются на 11 километров генерал людендорф позже назвал 8 августа черным днем немецкой армии германские войска истощены голодные и деморализованы и начинают тысячами сдаваться в плен битва при амьене положила начало стодневному наступлению союзников позиционная война окончена немцы отступают на балканах новое наступление союзников при доброполе прорывает болгарские позиции перенапряженная болгарская армия терпит крах и две недели спустя болгария подписывает перемирие на ближнем востоке войска под британским командованием побеждают турок в битве при мигида взяв 25 тысяч пленных вскоре союзные войска захватывают дамаск и алеппо на западном фронте маршал фош отдает приказ о генеральном наступлении британская французская и американская армии достигают линии гинденбурга сильнейшей системы оборонительных сооружений и прорывают ее людендорф сообщает кайзеру что военная ситуация безнадежна и что страна должна искать перемирия германия направляет запрос президенту сша вудро вильсон у который в ответ требует вывода немецких войск со всех оккупированных территорий и отречения кайзера от престола на итальянском фронте союзники наносят последний удар по австро-венгрии в битве при викторио винетто австро-венгерская армия терпит крах 300 тысяч человек попадают в плен после столь серьезных поражений центральных держав османская империя подписывает перемирие с союзниками в мудросе четыре дня спустя австро-венгрия подписывает перемирие с союзниками на вилле джусти в киле немецкий флот открытого моря получает приказ совершить самоубийственную атаку на британский флот но вместо этого он поднимает мятеж революция охватывает всю германию кайзер отрекается от престола и провозглашается веймарская республика 11 ноября 1918 года немецкая делегация подписывает перемирие с союзниками в железнодорожном вагоне маршала фоша в компьене он вступает в силу в 11 утра но бои продолжаются до последней минуты американский рядовой генри гюнтер убит выстрелом из немецкого пулемета в 10 59 считается что это последний солдат погибший во время первой мировой войны три дня спустя в восточной африке немецкий генерал фон леттов форбик капитулирует вместе со своей армией на реке замбези в течение четырех лет он сковал огромное количество войск союзников оставаясь непобежденным будучи отрезанным от дома он до сих пор считается одним из величайших партизанских лидеров в истории парижская мирная конференция открывается в версальском дворце недалеко от столицы франции делегаты принимают предложение о создании лиги наций для разрешения будущих международных споров версальский договор подписанный в июне налагает на германию жесткие условия численность и и вооруженных сил ограничивается она должна выплатить союзникам репарации за войну и теряет территории в пользу своих соседей а ее колонии захватываются победителями германия также должна принять на себя ответственность за войну в соответствии с пунктом о военной вине источник будущего недовольства немцев границы европы перекраиваются польша возрождается после 100 лет иностранного правления австрия венгрия чехословакия югославия и румыния восстают из пепла после падения австро-венгрии османская империя распадается на ближнем востоке создаются новые государства в большинстве своем под европейским контролем здесь как и в европе посеяны семена для будущих конфликтов в то время как на дальнем востоке бывшие немецкие владения в китае передаются японии к возмущению китая первая мировая война унесла жизни девяти с половиной миллионов солдат каждого восьмого из тех кто воевал еще 21 миллион были ранены 7 миллионов мирных жителей погибли огромные территории европы были опустошены исчезли старые империи родились новые государства изменилась жизнь во всем мире мир уже никогда не будет прежним спасибо за просмотр у нас есть телеграм-канал и группа вконтакте ссылки будут в описании подписывайтесь там мы будем выкладывать интересные материалы по истории а также сообщать о выходе новых роликов а если вам понравилось это видео пожалуйста подпишитесь на наш канал поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями отдельная благодарность не яд м